Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и сегодня мы с вами снова поговорим о ценах в Аргентине. Поскольку аналитика моих видео последних месяцев показала о том, что практически вас больше ничего не интересует, поскольку мои видео по Патагонии, на которые я трачу много времени, много денег для путешествия, ну путешествия, конечно, прежде всего для себя, а не для того, чтобы снимать видео, а потом эти видео надо отмонтировать, подобрать текст, наложить музыку. На каждое видео о моих путешествиях у меня уходит несколько дней продакшена, ну а в результате там посмотрела тысяча, ну две, ну максимум три тысячи человек и адьес. Мое последнее видео о ценах на продукты, меньше чем за месяц посмотрела уже 20 тысяч человек, поэтому я решила, ну Лена, ну что ты там себя насилуешь и вот это вот о путешествиях, монтируешь ролики, попутешествовала, тебе понравилось, классно, фоточки выложила в фейсбук и все прекрасно. Вот народ хочет смотреть про цены, значит будем про цены. И поскольку сейчас январь месяц, как и во всем мире, в Аргентине начались скидки, поэтому я как нормальный человек зашла в магазин, вот тут вчера купила себе немножко новой одежды и потом подумала, хм, меня так давно девушки просили снять шоппинги в Аргентине, я все время сопротивлялась, поскольку шоппинг это абсолютно не моя тема, я не люблю шоппинги, а вот раз уж сходила, тут набрала немножко одежды, поэтому решила с вами поделиться в этом видео. Поэтому, мальчики, можете расслабиться, это видео не для вас, сегодня мы только снимаем видео для девушек. И, кстати, в конце видео меня тоже попросили рассказать мою историю, как у меня с банковского счета ушли деньги. Я в прошлом видео, где рассказывая о ценах на продукты питания, как бы заикнулась о том, что меня украли деньги, которые у меня были на моем банковском счету, и они ушли в Бразилию. Вот в конце видео я об этом расскажу. А сейчас немножко о шоппинге. Ну, короче, шоппинг абсолютно не моя тема. Когда я жила в Испании, у меня было 3-4 бренда, в которых я одевалась, и все, больше ни ногой. Ну, может быть, там 1-2 раза в год я ходила в кортинг лес, смотрела что-то там по новым маркам, ходила, выбирала. Ну, я такой человек, мне очень трудно что-то под себя подобрать, чтобы оно мне нравилось, и при этом, чтобы еще отвечала по ценам, по приемлемым мне ценам. Ну, слишком как бы галоболованное. А когда я приехала в Аргентину, для меня это вообще стало самой больной темой. Ну, я это знала, предусмотрела, поэтому перед отъездом из Испании я подготовила свой гардероб так, чтобы хотя бы ближайший год не думать об этом, ничего нового не покупать. В принципе, практически так оно и было. Хотя, конечно же, были какие-то покупки, конечно же, я присматривалась к брендам, которые здесь есть. А вообще к общей системе, что здесь продается, что здесь носится и так далее. Как оказалось, в Аргентине абсолютно, можно сказать, отсутствуют товары для среднего класса. Ну, здесь и сам по себе мидл-класс, он практически отсутствует. Соответственно, и товаров для него практически нет. Это касается не только одежды, это касается товаров для дома. То есть, если вы хотите купить что-то хорошее, это вам будет выходить намного дороже, чем это было у меня, например, в Европе. Ну, или примерно по тем же ценам, как в России. Как мне, по крайней мере, так кажется. И что меня здесь больше всего удивило, в Аргентине оказалась очень престижной и любимой маркой, в принципе, дороговастенькая, это марка Zara. Когда я жила в Испании, я в Zara ходила очень редко. В основном, Zara у меня появилась в гардеробе, когда вот я химиотерапию проходила, у меня 16 было химии. И чтобы как-то поднять свой дух, я после каждой процедуры шла и покупала себе что-то новенькое. Покупать в обычных марках, где я одеваюсь, это как бы дороговасто. Вышло бы, потому что каждую неделю химия, и каждую неделю что-то новое покупать, конечно, дорого. Поэтому я себя в основном баловала в Zara. Тщательно там что-то отбираю, и пару вещичек, по-моему, у меня до сих пор из Zara есть, и не с собой. Zara я не любила по той причине, что, как я всегда говорила, я не настолько богатая, чтобы покупать вещи на один раз. В Zara мне не нравятся качества, модели очень редко какие мне нравятся. Ну и самый треш – это то, что после первой стирки можно вещь выкидывать. Стирать вручную – это абсолютно не мой вариант, потому что когда я работаю, мне нужно большое количество одежды, которое я могу прийти вечером, закинуть в стиральную машинку. Оно само там без меня, без моего какого-либо вмешательства постирается, высохнет, и быстренько там собрала чемодан на следующий двухнедельный тур, в течение которого я ничего стирать не могу, естественно, когда из отеля в отель переезжаешь. У тебя просто собой должен быть набор одежды на эти две недели в любое время года. Поэтому одежды нужно было много, но она должна была быть практичная. В принципе, поскольку когда я приехала в Аргентину, я занимаюсь тем же самым, я также работаю с двухнедельными турами зачастую, поэтому мне тоже на каждое время года нужен комплект одежды, чтобы я могла уехать в этот двухнедельный тур. У меня было достаточно одежды на смену, ну как-то вот так, и при этом не разориться. Здесь уже в Аргентине я, скажем так, с полгода, наверное, присела на одну марку, которая полностью соответствует моим потребностям как в ценовой категории, так по качеству, так и по моделям. Это марка Port Said. Это абсолютно никакая не реклама, никто мне ничего не платит за рекламу. Ну и в принципе, вот сегодня я тоже одета. Это я, наверное, недели две-три назад покупала. Нет, по-моему, месяца два-три назад на лето купила такой набор, даже вплоть до того, что у меня одинаковые рубашки, только разного цвета. Но это все меня полностью удовлетворяет. То есть, когда я начинала собирать свой стиль сафари для туров, экскурсий, то вот вполне в этой марке я смогла одеться, по цветам все хорошо, по моделям подобрать. И самая главная большая проблема у меня это посадка брюк. Но вот в этой марке большая часть моделей брюк на меня садится хорошо. В Испании с этим была еще большая проблема. Короче, начались скидки. И вот я вчера пошла и немножко потратилась. Примерно такая же причина, как в Испании была. Сходила к зубняку. Мне сказали, что нужно мне делать операцию, удалять зуб мудрости, который лежит глубоко в десне. Я, как всегда, перед каждым хирургическим вмешательством, я расстроилась сильно. И вот, чтобы себя немножко успокоить, побаловать, зашла как раз в двух кварталах от стоматологической клиники. Был магазинчик моей любимой марки. И вот я немножко потратилась. Но, несмотря на то, что Port Said, эта марка, не дешевая, но там всегда бывают какие-то плюшки. В этот раз плюшки были. Это покупаешь две штуки чего-либо и платишь как за одну. Поэтому у меня так получилось, что, сходив на шопинг, купив шесть вещей, достаточно хорошего качества, приемлемой для меня модели, это еще сзади у меня, я заплатила 150 долларов. Чуть-чуть больше, 155, по-моему, где-то так. А вот, потому что большая часть предложений в моей покупке была купи две штучки, заплати за одну. Ну, не все. Что-то я покупала сразу по сниженным ценам, по ценам распродаж. Итак, что я там себе набрала на эти 150 долларов, как я говорю, полный мешок. Ну, вот первая штучка, которую купила для путешествий, это вот-вот-вот-вот-вот. Ну, куда? Куда в путешествие без толстовки? Или как сейчас, это как-то модно по-другому называется, но я, как сказала, человек далекий от моды, поэтому не обессудьте, не знаю, как это называется на модном сленге. Итак, первоначальная цена вот здесь была, я не знаю, если вы видите, нет, это 49. Вот старая цена. 49.800, короче, 50 долларов. И со скидочкой я уже купила за 34.800, ну, короче, за 35 долларов. Ну, вот такой вот получился свитшотик, который хорошо мне идет и под мои рабочие брюки, на которых я провожу экскурсии, в которых я езжу в путешествия. Мягко, тепло. Насчет модной, нет, не знаю. Сын, если увидит такой цвет на мне, мама, опять цвет неопределившейся женщины. Ну, другой цвет был еще ужаснее, поэтому решил купить этот, поскольку такая штучка в путешествиях мне всегда нужна. И, как это зачастую бывает, конечно же, практические стороны, они всегда перевешивают эстетически. Ну, что поделать, я такая. Еще одна штучка, которая была без акции два в одном, но по сниженным ценам, это рубашка. В моем гардеробе всегда есть рубашки с длинным рукавом, поскольку я абсолютно никогда в любое время года, при любой температуре, мне никогда нельзя увидеть вот такой вот, да, с голыми рукавами. Я всегда ношу даже в самую жару, там, 40-50 градусов, когда в Краснодаре жила, у меня всегда были рубашки с длинным рукавом, которые меня спасают от солнца. А сейчас у нас в Аргентине, еще в Буэнос-Айресе, атака комаров, поэтому еще спасают от комаров. Итак, ну, такая красивая рубашечка, которая у меня ко многому идет, и уже к тому, что сейчас есть на мне. Да, вот эта майка и эти брюки хорошо идет, плюс новенькие брючки я к ней купила. Так, эта рубашка изначально стоила 50 долларов, купила я ее за 29 долларов. 29,90, короче, за 30 долларов. Поэтому, естественно, когда увидела ценник, цветы, как я люблю, я даже не думая сразу ее купила. Такая рубашечка на каждый день, и вот с этой уже маечкой у меня существующей, с этой марки хорошо, и с этими брючками хорошо. И плюс купила новые. Как вам? У меня всегда все, в каждом сезоне какие-то перекосы, то у меня бывалое. Открою шкаф, когда еще в Испании жила, больше половины вещей у меня в полоску потом. Так, Лена, надо бороться с полоской. Перекос. Увижу вещи, еще цвета горчицы. Я начинаю все покупать в этом цвете горчицы. Мне очень нравится. А вот этот цвет, оранжевый, коралловый, все оттенки близкие, это моя вообще давняя любовь. У меня и в России много было вещей этого цвета, и в Испании, и так далее. Но люблю я его. Вот такая рубашечка за 30 долларов. С модным рукавом. Ну, 4 пятых, наверное. Что еще я купила? Так, я купила две майки. Майк много не бывает. У меня и так с этой фирмы много уже майк с коробким рукавом. Поэтому решила прикупить две майки вообще без рукавки, которые, в принципе, уходят под подобные рубашки. И летом работать в них проще. Как я сказала, рубашку я все равно всегда сверху майки одеваю. Поэтому чем легче майка, тем лучше. Ну, вот такие абсолютно, как бы, обычные две маечки. И это как раз вот по акции. Покупаешь два, платишь за одну. Причем по барабану, какой ценник, платишь по самой дорогой. Ну, самая дорогая вот эта майка. Там на ценнике ничего нет. По-моему, на 17 было доллар. Это подешевле и даже как-то посимпатичнее. Ее, кстати, к любым джинсам, к белым брюкам. Белых брюк у меня большое количество. Так, и старый ценник у нее был 16 долларов у этой майки. А сейчас она стоит 10 долларов. Вот такой 9,990. Вот можно увидеть. Но по барабану сколько она стоит, поскольку я платила вот за эту майку, да, за 17 долларов. И это пошла к ней бесплатно. И вот эта беленькая маечка, она очень хорошо будет под низ освежить и под эту рубашечку. Поскольку ткань у этой рубашки, она такая платноватая, при большом солнце ее, естественно, не оденешь. Поэтому вот такая легкая маечка, где-то простая, будет в самый раз. Ну и вот такая простая маечка, еще раз. Напомню, она стоит 10 долларов по скидкам. Очень хорошего качества. Для меня это очень важный момент. При покупке товаров, одежды, в принципе, любых товаров, для меня качество очень важно. Поэтому я такой человек привередливый. При этом я не люблю много тратить денег на одежду. В жизни есть более значимые статьи расходов. Поэтому вот я всегда вот так вот очень тщательно ищу, чтобы и качество было хорошее, и цены приемлемые. То есть по цене зары, можно сказать, я получаю намного более качественный товар. Джинсы не хочу сейчас одевать, конечно, лучше оно будет под джинсы, под что-нибудь беленькое. Может, в принципе, и под эти бежевые мои брючки тоже неплохо смотрятся, как считаете. Ну и поскольку последнее время я полюбила монохром, поэтому я решила сильно не размениваться. И брюки к такой рубашечке и к предыдущей оранжевой маечке я тоже купила такого же цвета. Вот еще две пары брюк. У меня, к сожалению, брючных вешалочек нет. Это была самая большая статья расходов при этой покупке. И брюки тоже были по цене. Две пары брюк покупаешь и платишь за одну. И смотрим, вот эти, которые очень тоненькие и зелено. Лето сейчас в разгаре в Аргентине, очень жаркое. Так, у них изначальная цена. Вот она 74 с чем-то, короче, 75 долларов. Потому что сейчас, на момент покупки этого всего, я как раз доллары меняла ровно по тысячам. То есть 75 долларов и бескидочная цена этих линяных брюк. И эти брюки, брюки, брюки. Так, они не так. Они вот так. Такие больше на выходе. Это у меня не для работы брюки. Брюки абсолютно длинные. Их надо еще будет подшивать. Пум-пум-пум. Здесь цены нет на них. Но они были в районе 60 долларов, по-моему. Потому что я очень много их поперемерила. Мне все из подсобки переносили. У одного там штанина была перекрученная. Другие мне принесли. Они какие-то абсолютно грязные. Как будто в них топтались несколько дней. И эти уже мне опять принесли из подсобки. Поэтому они абсолютно здесь ценника нет. Но мне кажется, что они порядка там около 60 долларов были. Поскольку линяные брюки, они более дорогие. Поэтому, естественно, я платила за вот эти линяные дорогие брюки. 74, да, ну 75 почти долларов. А вот эти брюки за 60 долларов у меня пошли в подарок. Вот сейчас попробую показать, что у меня получилось. Да, это все вот новенькое. Новая маечка, новая рубашка. И так, не врезаться по стену. Такие у меня брюки широкие. Я люблю широкие брюки. Я ненавижу обсягивающие брюки. Они ведь все время трут. Мне некомфортно. Поэтому широкие брюки – это мой стиль. Ну и сейчас еще вот в таком формате покажу. Так я больше помещусь. Блюм. Ой, карванов нет. Как-то я так не предусмотрела. А босоножки у меня тоже аргентинского производства. Сейчас не помню. Ну, по-моему, 60 долларов где-то они стоили. Вот. И вот этот вот комплектик у меня получился так. Брюки 60, рубашка 30, 90 и 17 майка 107 долларов. Плюс бесплатно, да, еще другие вещи к этому. Практически такой же набор. Можно сказать, еще одни брюки. Плюс еще одна футболка. Получается, как бы, они нейтрализуются, поскольку платишь только за одни. Вот. И толстовка. Да, я абсолютно не фэшн-блогер. А немножко заваленный горизонт. У меня постоянно разный формат. Не люблю я эту тему. Но все для вас. Все, что просите. А, короче, получается, что я за 6 вещей заплатила 157 долларов. А, 157. Ну, чтобы проще было, округляем до скольки там? До 160 и делим на 6. Что у нас получается? У нас получается, что за каждую вещь в среднем мы заплатили... А, в среднем получается где-то чуть больше 25 долларов. Да-да, 26, может, 27. А, где-то так. Но это вещи очень хорошего качества, за которые не жалко. А, вот, обувь, кстати, я тоже здесь уже всю покупаю. В Аргентине покупаю одной пока марки обувь кожаную. А, кроссовки есть разных других марок. А, кожаную обувь я покупаю только одной марки. Мне очень нравится, поскольку обувь это вообще у меня как бы самое главное. Вообще темно, темно почему-то на улице. Еще абсолютно светло. У меня почему-то видосик темный получается. Вот. Обувь я покупаю здесь одной марки кожаную. Мне в ней очень удобно. Я легко в ней веду экскурсии. Комфорт такой же, как у кроссовок. И где-то вот и сандалии вот эти. Плюс туфли у меня еще есть кожаные. Что-то я еще, по-моему, сапоги покупала. Тоже покупала сапоги. В общем, кожаные туфли-сандалии у меня примерно в той же цене около 60 долларов получается. Вот. Вот такие вот ценники. Сейчас переворачиваю опять другой формат. Я знаю много девочек, наших девочек в Аргентине, которые справляются с другими марками. У них это хорошо получается. Да, если у вас есть хороший вкус, вы можете уметь работать с более дешевыми марками и делать из них красивые наборы, красивые образы. Можно и справляться с более дешевыми марками. Но у меня нет этого вкуса. Мне очень тяжело дается справляться с более дешевыми марками, и чтобы они мне там были комфортно, чтобы это хорошо смотрелось. Поэтому это не моя ниша. Моя ниша это все-таки средний класс, коим я являюсь. Нижний средний класс, поэтому и одежду я себе ищу в этом же ценовом сегменте. А, кстати, я еще одни брюки не померила. Сейчас померю, и тогда опять переверну камеру, и будет следующий мой образ. Ну и вот такие вот еще линяные брючки. Идет чуть-чуть поуже, но они меня абсолютно не облегают. И поскольку это лед, поэтому в них легко. И такой цвет оранжевый, как это ни странно, может для многих показаться он сложным цветом, а я считаю, что оранжевый цвет, он очень хорошо комбинируется со многими цветами. Давайте посмотрим, с какими. Опаньки, опять оранжевый. Той же марки, только покупала полгода назад. Как я уже говорила, Лена, она такая Лена, и фэшн это абсолютно не моя тема. Поэтому вот что-то одно мне втемяшится в голову, и я буду весь год идти с этой темой, а потом как-нибудь сменю или буду разбавлять другими цветами. Ну, вот как бы мои гардеробные проблемы, они вот такие вот. Ну, синим тоже считаю, что оранжевый вполне хорошо смотрится, как считаете? Ну, и в конце видео обещанный рассказ о том, как у меня украли деньги с моей карточки, с моего банковского счета. Очень много спрашивали, как произошло, какие предпосылки, как себя от этого предотвратить, предохранить, какое угодно слово употребляйте, вернула ли я деньги и так далее. Сразу скажу, что я, естественно, не храню все яйца в одной корзине, они у меня раскиданы по-разному, и плачу я с той карты, с которой все расчеты произвожу, с той карты, на которой я деньги не храню. И именно с этой карты у меня украли деньги. То есть на остальных, на которых хранятся, я все равно с них никогда покупки делать не буду. И тем более, что вот уже научены этим опытом. Поэтому я деньги эти не запрашивала, чтобы мне восстановили. В данном случае я решила, что мое время, мои нервы, они мне дороже. Деньги ушли в Бразилию. Ну, в Бразилии скоро карнавал. Ну, пусть это будет мой взнос в фонд этого карнавала. Это ответ на вопрос, восстанавливала я свои деньги или нет. Нет, не восстанавливала. Можно это сделать? Да, конечно, можно. Не делала я это, потому что достаточно небольшая сумма, чтобы тратить на это свое время. Как это произошло? Дело было воскресенье утром. Звонок. Я не помню, сколько, ну, или 9 утра было, или даже полдевятого было утра, воскресенье. Мне звонят, алло, мы из банка. У вас тут какие-то происходят трансференции международные, с вашего счета, новосчет. Какие трансференции? Я ничто никуда не платила. Мне никто на эту карту из-за рубежа не должен платить. И так далее. Они опять-то мне что-то начинают говорить про безопасность и так далее. На что я им сказала, знаете, господа, ну, как-то вот ваша речь в 8 утра, скорее всего, да, было там 8 с чем-то утра, больше похоже на речь каких-то мошенников. И положила трубку. На следующий день я пошла в банк. Вот самое смешное, на следующий день разворачивалась в банке. Мне, во-первых, там свои нужно было сделать дела, тоже кинуть сумму для того, чтобы заплатить, не помню за что, за электричество, может, не помню, короче. Мне нужно было какую-то сумму. А, я отправлялась в путешествие. Мне как раз нужно было там через несколько дней выезжать в двухнедельный тур. И думаю, ну, пусть на этой карте немножко там денег повисит. А вот. И когда я пришла в банк, моего менеджера в тот день не было, с кем я обычно работаю. Какая-то тетя в возрасте, в предпенсионного, казалось бы, там, должна быть опытная тетя. Она посмотрела. Да, у вас тут все нормально, и счет у вас работает. Пойдите в банкомат и попробуйте. Банкомат мне говорит, что карточка заблокирована. Я захожу в банк, мне говорят, все у вас нормально с карточкой. Карточка у вас работает, можете деньги еще положить на карточку. Я говорю, спасибо, у меня уже скоммуниздили деньги, я больше ложить на нее не хочу. Нет, 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 у вас там все хорошо. Распечатывают мне. И я покажу. Вот, видите, вот эти четыре трансференции последние. Это не мои. Я никуда, ни в какое Сан-Пауло денег не отправляла. Тем более там в воскресенье. Короче, собрался весь совет всего филиала. У нас с Анной Сидоровки, моего банка, и директор филиала, и супервайзер. Все они там что-то смотрели умные, рожицы делали в этот компьютер, разговаривали там между собой, что-то решали. Сказали, все у вас хорошо, все. И говорю, что же хорошо, что прекрасного, если у меня деньги ушли куда-то непонятно. Не-не-не, все у вас хорошо. Идите, ложите еще денег. Ну, сейчас. Короче, я не помню, чем там. Ну, уже месяц, больше месяца прошло. Это у меня в конце ноября было. Не помню, чем там все закончилось в тот день. Я, короче, поняла, что сегодня я ничего не решу. А, слава богу, в следующий день у меня тоже был выходной. Прихожу в банк. И был, слава богу, мой менеджер. Я ему просто сказала, «Слышь, Мартин, у меня тут деньги с коммуниздили счета». Все, он у меня больше ничего не спрашивал. Он заблокировал полностью этот счет, заблокировал карту, все сделал по новой. Вообще ни слова, ни спрашиваем. Выписал новую карту, сказал, когда прийти, как что-то сделать. Тыры-быры-быры-тыры. И что я дальше могу со всем с этим делать? Вот насколько все зависит от человека. Я, когда вот, если я прихожу, и Мартин на месте, я знаю, что я все свои вопросы решу. Если же его нет, куда-то ушел, то туда можно ходить бесконечно, и какие вопросы не решатся. Это вопрос к вопросу частному о том, в каком банке обслуживаться. Да, не в каком банке обслуживаться, а кто именно в этом банке вас будет обслуживать. Когда найдете своего человека, тогда он и будет вам все делать хорошо. Какие предпосылки у меня спрашивали, что эти деньги украли? Я не знаю, поскольку я достаточно осторожно всегда стараюсь быть. Я очень мало что покупаю в интернете. Даже правильно сказать, я абсолютно ничего в интернете не покупаю. Я оплачиваю только свои коммунальные счета этой картой. Иногда там нужно билеты на самолеты купить. Мысли у меня были такие, да, в некоторых местах знают мои банковские данные. Например, для своих туристов я делаю бронь танго-шоу. И бронь у нас делается с тем местом, в котором я бронирую. Оно делается через WhatsApp. И для брони нужно всегда оставлять свои банковские данные. Вот там я оставляю. Но я, правда, больше думаю, что это когда я последний раз платила за интернет. И там почему-то по телефону я до сих пор не знаю, как мне платить за интернет. Это для меня вообще любые расплаты онлайн. Вообще все, что делается через интернет. Все эти новые технологии, так как я бабушка уже старенькая, они мне даются тяжело. И у меня подозрение, что когда я оплачивала домашний интернет последний раз, нужно было позвонить, потому что поменяли форму оплаты. Раньше у меня к счету, к моему было, к счету за интернет привязан мой счет. И у меня предупреждала компания, там с 5 по 10 число мы с вас снимем вот такую-то сумму. Окей, я переводила эту сумму, она снималась, автоматически все. Теперь они поменяли форму оплаты. Я сейчас не помню, чем мне интернет домашний. Короче, когда я платила последний раз, это нужно было делать по телефону. С меня запросили номер счета, соответственно, секретный код тоже запросили. И примерно недели через две у меня деньги и утекли. Вот такие вот дела. И теперь вот для меня просто нужно как-то решиться, подступить к этому вопросу, как мне дальше оплачивать домашний интернет. Потому что сейчас он у меня сильно урезанный, из-за того, что я уже два месяца, получается, за него не плачу, потому что я просто не знаю, как мне это сделать, чтобы опять не бежать и не заказывать новую карту после очередной оплаты интернета. Ну и проследить опять же после оплаты за интернет, чтобы у меня не осталось денег на счету, которые вы опять у меня могли скоммуниздить в счет. Ну, может быть, в этот раз уже не бразильского карнавала, может быть, какого-то другого карнавала. Скажем так, радости мало, особенно в связи с тем, сколько беготни после этого. То есть мне пришлось два дня это выяснить отношения с банком, который мне, наконец, сделал карточку. Потом мне еще нужно было потратить время, чтобы пойти в банк и забрать свою карточку, поскольку я много путешествую. На дом я, естественно, домашний адрес не могу ее выписывать. В любой момент у меня может не оказаться дома. Вот, потом опять ее идти активировать. Короче, ну, как минимум, как минимум четыре дня у меня в этот раз ушло на то, чтобы восстановить свою карту. Ну, как-то так. Вот, что еще? Еще, как бы, люди меня спрашивали, как вот это все предотвратить. Да фиг его знает. Ну, вот только так. Держать дополнительно, вот как у меня в данном случае, дополнительная карта, с которой я делаю оплаты, на которой деньги я не храню. Я их туда понемножку закидываю и плачу с этой карты. Деньги хранятся на других картах. Вот это, чтобы много не потерять денег. И еще одно, то, что меня очень удивляет в Аргентине, я всегда это своим туристам говорю, чтобы они этого никогда не делали. Здесь, в Аргентине, очень странная такая мода. Вы, когда в ресторане или в баре расплачиваетесь картой, вас забирают эту карту и идут к кассе, чтобы ей, как бы, оплатить. Ну, это вообще немыслимо. В Европе такого быть вообще, в принципе, не может. То есть, к вам должен кассир подойти со своей вот этой вот портативной машинкой, вы прикладываете карту, он отворачивается, вводите свой пин-код и расплачиваетесь. А в Аргентине у вас карту забирают в руки. Там и секретный код с обратной стороны, все ваши данные, все что угодно. То есть, две секунды у вас сделали копию вашей карты и потом расплачиваются, как хотят. Поэтому я всегда своим туристам говорю, никогда не давайте кассирам свои карты в руки. Просите, пусть приносят машинку. Или вставайте, если у них нет портативной машинки для оплаты, значит, вставайте, идите к кассе и там оплачивайте, но в руки давать не надо. Ну, все, как бы, больше ничего я на эту тему сказать не могу, поскольку я не кибер какой-то там взломщик, я не знаю их особых секретов. Короче, на этом у меня сегодня все. Пишите мне в комментариях, какие темы о жизни в Аргентине вам еще раскрыть, потому что путешествия, я все равно путешествую, я все равно буду выкладывать свои видео путешествия, несмотря на то, что вы их очень мало смотрите, но я это в том числе делаю и для себя. Это мое предыдущее видео утро на ранчо, но, честно, я его делала для себя, потому что настолько потрясающие пейзажи, настолько я люблю это место, что просто я включаю и пересматриваю для себя, даже если вам не нравится, а мне нравится. Короче, а вот какие вопросы из жизни в Аргентине вам еще раскрыть, вон там вот внизу в комментариях пишите. Даже если не знаете о чем, просто что-нибудь мне напишите. Напишите мне привет, поставьте мне лайк, не забудьте подписаться на мой канал. Вам не трудно, а для продвижения моего канала пойдет на пользу. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вилас.